Я постоянно попадаю в такую ситуацию, когда фактически чаша весов склоняется то в одну, то в другую сторону, но если обращая взоры на общее состояние сил в Средиземье, очевидно приходит одна такая мысль, что эта ситуация отнюдь не чаша весов, а это как раз способ выживания самого Мордора. Учитывая количество врагов, которые все больше и больше развиваются, само собой как-то наше будущее не выглядит радужным, вот это интересно, кольцо всевластия обнаружено. Важная новость, мой господин, наши лазутчики сообщили, что кольцо всевластия, некогда утерянное Сауроном, хранится в Бри. Если хотите добыть кольцо, немедленно выдвигайте свои войска, возглавленные полководцем, к этому городу и захватите его, пока кольцо не сгинуло вновь. Жаль, к сожалению, Бри находится у нас аж за территориями Рохана и Зингарда, это слишком далеко, и я сомневаюсь, что мы можем каким-либо способом туда доставить в данный момент армию, выдержать этот поход вообще. Государь, прекрасные новости, наши оружейники и вербовщики работают в полную мощь, и колеса военной машины вращаются все быстрее. Вся наша инфраструктура готова представить вам лучших солдат, а вам остается только повести их к окончательной победе. В общем-то, одна новость плохая, потому что мы за кольцом выбраться не сможем, вторая новость хорошая, потому что мы вроде бы как бы супер-пупер все делаем. Вот только что, значит, это сообщение на самом деле, нужно будет посмотреть, какие же это мы юниты получили. Мы в Барадуре вроде бы заказывали новые бараки, и скорее всего в связи с их постройкой произошло вот это вот такое скриптовое сообщение. В любом случае, я думаю, новость положительная, и безусловно, сейчас мы посмотрим, какие юниты сможем нанять и наймем, если нам будет позволять экономика. Посмотрите на казну, 3000, 2858 монет. Ну, скажем так, был ход, по-моему, совсем недавно, где было 4 с чем-то тысячи. Я вот единственное не могу вспомнить, касается ли этот ход, касается ли он того времени, когда мы захватили какой-то город или нет. Но это уже неважно. Сейчас, в данный момент, самый главный вопрос стоит в очередном захвате Минастерита. И в том, чтобы, смотрите, противостоять этим армиям Гондора. Они совсем распоясались, не на шутку. В общем-то, в любом случае, это все интересно, и в любом случае, придется активно повоевать, для того, чтобы добиться чего-либо. Тот же самый контингент, снова же Гондору присоединились их ополченцы, они смогли сразу же за один ход фактически созвать. И мы оказываемся лицом к лицу с более-менее сильным врагом. Но, однако, мы уже побеждали в такой ситуации, побеждали, по-моему, даже с худшим раскладом. В нашем распоряжении было меньше сил. Клетки троллей, как раз то, что нужно. Да, замечательно. Ну, наконец-то мы подошли к той эпохе, когда сможем получить свое распоряжение. Однозначно, клетки троллей, это самый большой приоритет. Мы должны получить троллей, тяжелые юниты. Только так есть надежда на то, что сможем выиграть. Все, все понятно. Да, так и случилось, как я и говорил. То есть мы теперь имеем бараки неплохие. Мы имеем два стека, кстати, войска. Это тоже очень хорошо. Влияет на нашу экономику это, безусловно, не положительно. Но, тем не менее, есть возможность, как бы, пойти по нескольким направлениям. Взять сейчас Минастерит и, возможно, потом пойти на какую-то территорию еще. И это очень классно. Пришел черед расширять, фактически, Мордор до неведомых границ и нейтрализовать полностью Гондор. Если мы этого не сделаем, война с Роханом изначально проиграна. Те мелочи, которые они нас кусали, безусловно, этим обязаны наверняка мы Саруману. Кстати, Саруман, именно тот человек, о котором мы поговорим в этом цикле, в этих нескольких сериях. Человек, а вернее, даже маг, который заслуживает, безусловно, он майя вообще, майяр. То есть, из майяр, вы помните, мы говорили, валары, помощники их майяра, и вот он из майяр, из этой расы. Эльфы не хотят мириться. Пускай. Пускай так и будет. И вот этот майяр Саруман имеет весьма примечательную историю в своей жизни. В основном-то вы ее знаете, само собой, историю Третьей Эпохи, она вся описана в трилогии «Властелина колец». Я думаю, повторять эти нюансы нет смысла. Я лишь обращу внимание на те некоторые эпизоды его истории, которые выпали из поля зрения благодаря пропаганде добра. И мы попытаемся посмотреть на этого майяра, как на более-менее человекоустремленного и весьма продвинутого в своем служении уже Саурону. Который, в свою очередь, был слугой Моргота. О чем мы в прошлый раз говорили с вами о Морготе? В принципе, о Сауроне. Да, о Морготе мы больше говорили, но и о Сауроне, о всех этих вопросах. Однако, нас сейчас интересует Саруман, именно в этом эпизоде. Пошло дело, они контратакуют, чем облегчают очень сильно нашу задачу. То есть, не дают возможности себе продержать нашу армию несколько ходов. И, несмотря на численное преимущество, показывают победу не в нашу сторону. Почему? Ну, понятно, тяжелые юниты и требушеты. И, тем не менее, к сожалению, требушеты они вряд ли задействуют. Сейчас мы опрокинем их в очередной раз, наверняка. Мне кажется, у нас это получится. Жалко, но хочу заметить, некоторых уже нет с нами. Некоторых это... Одного из Назгулов, который пал в битве возле Минастерита. На территории возле Минастерита, непосредственно при осаде. Конечно же, на эту картину красоты построенного величественного города перестать смотреть невозможно. Поэтому в очередной раз насладимся. Но главное сейчас сосредоточиться на борьбе. На нашей жестокой борьбе против врага. Действуем тем же самым способом. Переведем сюда, кстати, копейщиков. Закроем лучников. У нас их немало. Если враг нанесет какой-то нехороший удар, мы за это поплатимся. Уберем сюда лучников. Эти лучники тоже нужно спрятать. Кстати, орки, лучники, то, про что я говорил, они вполне себе презентабельны, как и пехота. Отлично воюют и отлично могут сопротивляться. Несмотря на то, что, опять же, стрелки. То есть, это никак не умаляет их заслуг непосредственно при прямом столкновении с врагом. Двигаем Назгулов туда-вперед. Ждем, когда гондорское войско расчехлится. Они тут выстраиваются под стенами. Требушеты, как обычно, не могут вывести. Ну и смысла, конечно же, нет их тоже выводить. Было бы классно, чтобы их программа ставила. Ну, не программа, а может быть, они изначально ставили по скрипту. Стояли на верхних ярусах гондора и обстреливали вот эту вот ближайшую площадь. Служили таким образом заменой башен гондора. Но, увы, пока есть как есть. Пошло дело. Давайте сразу же нападем. Мне кажется, этот отдельный отрядик можно нейтрализовать. Ага, как они резко, смотрите, повернули. Тяжелую пехоту пускают на помощь. Не задерживаются. Я хотел бы смять этих копейщиков, а потом сосредоточиться на лучниках. Но, есть риск, что мы не сильно так успеем поработать над ними. Помощь идет. Для них я имею ввиду помощь. Копейщики стойкие, ребята. Не смогли мы настолько сильно сломить их ряды, как это было возможно с другими юнитами. И поэтому, фактически, наше нападение захлебнулось. Отходим, отходим сразу же, чтобы не попасть в просаг. У врага по-прежнему остался практически полный отряд. Мы там 20 человек сняли. Тут, конечно же, вопрос скорее не в том, победим ли мы. Мне кажется, однозначно победим. А вопрос в том, с какими потерями мы сможем победить. Я бы не хотел наших орков оставлять одних. Если после осады Гондора мы останемся без войска, это будет печально. Тогда в нашем распоряжении будет не два стека, а один. Не можем позволить себе такую роскошь. Это было бы крайне неприятно. Такой скошенный чардж вышел. Ничего толком мы не добились от него. Там, кстати, лучники. Переводим сейчас быстренько здесь. Лавируем между этими топами, которые пытаются у нас зажать тиски. Нет, не выйдет, ребята, у нас скорость быстрее. И нападаем на лучников Гондора. Ай-яй-яй-яй, не-не-не, назад-назад-назад. То есть ни в коем случае нет. Не надо никаких таких столкновений. Туда. Прочарджите или хотя бы сомните этих лучников. Они потрясены и сейчас, я думаю, их добьют. Сломят окончательно. Да, вы видите, какой-то у них вышла давка. Они колеблются. И еще немного. Все, с лучниками будет покончено. Теперь настал черед бить в тыл. В прошлый раз, если мы пытались гнать... Хотя мы можем разделить войска. Одни будут догонять здесь тяжелую пехоту, например. Мало ли что, они решат встать там где-то в вратах и не пускать нас. В прошлый раз, вы помните, они добежали там до какого-то момента. Один из отрядов и повернулся назад. Хорошо, что мы в вратах их зажали и сразу же уничтожили. В этот раз, кто его знает, как произойдет. Если больше войск туда отвезти, будет плохо. Отлично, один отряд лучниками занят. Они гонятся за ними. А мы здесь постараемся сделать вот такую бяку врагу. Красавцы, как они там жестко подлетают. Конечно же, они сломлены. Никаких шансов не остается. И теперь еще парочку ударов. И мы снимаем с наших доблестных армий любое напряжение. Что и требовалось доказать. Ну-ну-ну, назад-назад-назад. Все, тут нет смысла уже застаиваться. Порков сюда. Этих на тяжелую пехоту. Они фактически чаржат во все стороны. Туда чаржат, туда чаржат. Я не даю им разогреться. По крайней мере, ну не то, что разогреться даже, а перерыва никакого. Но на то они и есть черные номернорцы, чтобы побеждать везде и всегда при любых условиях. Помните, какие геройские поступки они совершали, когда... Вражеское войско нас вымотало практически. Хорошо. Значит, главное, чтобы не догнали. Еще не хватало потерять лучников. Было бы глупо. Удар. Хорошо, я вижу там желтым. Тут сломлены. Ну и этими можно уже добивать, не возвращаясь. Все, мне кажется, исход битвы предрешен. Есть несколько фактов о Сауроне, которые стоит знать для того, чтобы лучше понимать его личность, лучше понимать его суть. Несомненно, Кристофер Ли, который играл роль Сарумана, как нельзя лучше подходить на эту роль. Ну, он на все свои роли лучше всего подходит, потому что гений не пропьешь. И такой талантище, который есть у Кристофера Ли, это, несомненно, одна из самых привлекательных сторон любого фильма, в котором он участвует. То же самое Граф Дуку. Между прочим, Граф Дуку крайне сложная, в частности, также личность, очень интересная, многогранная. И если вникать вообще в мифологию Звездных Войн, она не менее интересна, чем тот же самый мир Средиземья, Властелина Колец. И не менее интересна этические, да и другие вопросы поднимает. Причем поворотов там, дай боже, на громадное количество томов. Хорошо, что есть с кем пообщаться на эту тему. То есть, мне люди рассказывают об этом. Такие у нас даже это самое. Беседы происходят в таком формате, что мне выдается вся поднагонная Звездных Войн. Ладно, это не к тому относится. Мы когда будем играть по Звездным Войнам, глубже коснемся этого вопроса. Какую-то игру. Готово. Вражеский генерал убит. Ну, или захвачен, убит. Я, кстати, разницы не могу понять. Тут отображается нам погиб вражеский полководец. Хотя потом мы можем брать за него выкуп. Но тут... Какой тут выкуп? Хотя... При взятии городов я вот не помню выкуп. Нет никакого выкупа. Да, они там погибают окончательно. Бежать им некуда. А тут еще что-то враг. Смотрите, копейщики Гондора еще как-то попытались что-то сделать. Что это с ними происходит? Они побежали в натиск. Глупый очень натиск. Давайте навалимся на них. Всеми, кто только возможен, чтобы потрясти их до колебания. Так, значит, все. С этим все ясно. Постараемся также с помощью пленников, или вернее сломленных побежавших, проникнуть в Гондор и захватить его, как и в прошлый раз. Сейчас мы, к сожалению, вроде бы упустили больше войска, чем в прошлый раз. Так что сопротивление может быть чуть-чуть посложнее. Но в любом случае вы увидите, насколько велик наш перевес. Я не ощущаю никаких сомнений по поводу того, что мы выиграли. Саурона вроде бы считают таким жестким, коварным человечком. На самом деле ничего подобного нет. Его, например, сами орки зовут таким добрым словом старик. То есть, ну вот как знаете, не знаю, там в армии в войну иногда зовут там батяня или еще что-то. Ну, каким-то таким стилем. Почему? Потому что это показывает, насколько очень грамотный и талантливый командир Саруман. А ведь на самом деле начинал Саруман весьма занятно и интересно. Дело в том, что он как раз хотел с помощью тех средств, которые были в его руках, решить все проблемы Средиземья. Да. То есть, нерешительные эльфы, сомнительные гномы, тщеславные люди. Эти все ребята, они как-то тормозили. Саруман же, имея острый ум, он хотел решить все расы Махом и все проблемы с... Вернее, Саруман, да. С Сауроном хотел он решить мгновенно. Освободить таким образом Средиземье от зла. Но, увы, в определенный момент он понял, что есть настоящее зло. Да вы что? Вот это... Вот это да. Я не ожидал, что требушеты из-за стен так могут стрелять. А между прочим, ху-ху, да вы еще и нам ущерб нанесете. Нет, все, нейтрализовали, не смогут они выстрелить. Удивили меня, удивили, друзья. Конечно же. Хе, весьма интересно. Требушетами из-за стен. Чего же вы раньше так не делали? Хотя особого успеха наверняка бы не добились. Мы бы все равно смогли проскользнуть под вратами. Но ущерб бы принесли каких-то 10% больше нашего войска, сняли бы. Никак это вам, конечно же, не поможет. И все же. В любом случае, уже пора ликовать. Мы захватили самый славный город. Гондор Аминастерит. И теперь в нашу казну снова польются реки денег. И мы сможем показать ему Средиземью, где сила и мощь. А она, несомненно, на стороне Саурона. С этой мелочью разберемся. Да, тут уже добиться. Всем ерунда осталась. По поводу хороших мотивов Сарумана свидетельствует то, что когда он нашел вот этот вот палантир Ордханка, он пытался воспользовать его для того, чтобы следить за Сауроном. То есть Саруман пытался нейтрализовать Саурона с помощью палантира. Однако вышло так, что Саурон сам непосредственно тоже следил за Саруманом. И так как Саурон был более могуществен, он склонил его на свою сторону. Ну что, неплохой расчет. Конечно же, 300 человек потеря. Не маленькая, но все же, все же. Классная картиночка на заставке здесь. Готово. В очередной раз гондорский гарнизон сломлен. И нам бы отсюда получить до 2500 и свою казну пополнить. Сейчас главное разбить остальные гондорские силы, которые подходят. Разбить их по отдельности до того, как они объединятся. И смогут уже наносить нашей армии существенный ущерб. Что же касается остальных земель нашего планирования. Долгулдура. Несмотря на то, что я получил в свое распоряжение лишний стэк. Все же судьба Долгулдура в руках эльфов. Мы ничего пока не можем сделать. То, что они не нападают. И то хорошо. Да, как только захватили Минастилит. Сразу же мы просвещеннейшая держава. И итоги хода. Довольно таки неплохие. 6500 в казну. Это хорошо. При содержании двух стэков. Как мы сразу же возвысились. Кто это там упал у нас? Гондор сразу же потихоньку падает. Мы даже уже не на последнем месте. Есть чем похвастаться. Есть как... Закрыть рану Пиларгира. Да и Минастилита, который мы совсем недавно потеряли. Ну что, идем навстречу. Идем сражаться. Несомненно. Только вот, что с этим стэком. Куда его определить? Наверное, все-таки давайте все силы бросим сюда на Гондор. У меня не остается сомнений, что если мы займемся Маларгиром или какими-то другими городами, в ту сторону, смысл всей кампании и атаки будет потерян. Очевидно, что сосредоточение лишь на одном месте поможет нам избежать ненужных распылений. И поможет достичь результата как можно быстрее. Поехали! В общем-то. Ё-моё, ты чё? Не-не-не, так не пойдет. Он не дошел. Реально не дошел, вы видели. Он остановился, то есть у него не хотело хода для того, чтобы в Минастерит попасть. Да я не понял, чё такое? Как теперь? Ага, вот так. Преградил дорогу. Всё. Разобьем сейчас это войско. Не знаю. Автоматом, да. Смысла нет. 70 человек потеряли. Ничего страшного. Главное, чтобы мы генералов не теряли. Встали на мосту сейчас возле Арнаха. Следующим ходом мы постараемся нейтрализовать этот городишко. Ну а потом, а потом, а потом дальше. Продвигаться дальше и дальше. Жалко, что придется истощать армию по мере продвижения. Часть гарнизона оставлять в городах, которые захватим. И, само собой, нужно рассчитывать на какие-то преграды. Гондар сейчас в очередной раз мобилизируется. Что мы построим в Минастерите? Что нам нужно? В первую очередь, безусловно, храм. Но пока что давайте обратим внимание на что-то более-менее дешевое. И да, я хочу реализовать все свои планы во всех городах других. Заказать необходимые постройки. Для того, чтобы мы могли быстренько армию формировать. Это, во-первых, за один ход. Чтобы сразу же во всех городах могли получить. Ну и экономику поддержать. Слишком дорого эти экономические постройки. Лавки купцов стоят. Но они того стоят. За них мы платим не зря. Однозначно. Наверное, в Хенутанун я верну все-таки. Хотя нет, в Кайрандрас. Пускай сидит и ждет врага. Может быть, Рохан нанесет по нам неожиданный удар. Вновь. Когда мы как раз этого не ожидаем. С наемом ничего не изменилось. Как-то я ошибся. Все то же самое, что и было. Ничего, у нас зато здесь есть дополнительная армия, которую мы можем гнать на помощь Назгулам. Что еще? Да и везде мы так понасобирали. Вы видите, тогда разозлили меня конкретно. Я уже заказал везде юниты. И теперь мы пользуемся плодами вот этого вот неожиданного рывка. Мне было уже все равно тогда. И вплоть до того, чтобы в минусы уйти. Решил сам получить армию в свое распоряжение. И не прогадал. Мы получили то, что хотели. Это во-первых. Но во-вторых, экономика уже не та. Что на первом этапе игры теперь действительно два стека для нас не проблема. Плюс, если мы будем на каждом ходу занимать хотя бы один город. Это будет компенсировать любые издержки.